что у вас тут хорошо объели это надюша перед работой два компотика закатала со смородиной всем привет друзья мир вашему дому же как-то скучно дома сегодня хочу еще полочку для фиалок прицепить вроде уже высохла а а а а а сегодня помогла мне алиса вот так вот здесь все красиво я думаю друзья можно еще не можно а вот еще вот так вот третья полочка станет вот но здесь форточка вот я до форточки можно эту полочку сделать такой вариант почему потому что в оранжерее очень-очень-очень жарко тяжело фиалкам вот надо теперь будет здесь купить еще лампы снизу повесить для полного как это ну чтобы все было как надо чтобы освещение дополнительное создать не знаю может если в зиму от это оставлять чтобы фиалки здесь были здесь под второе стекло можно второе стекло ставить утеплить это окно даже не можно нужно но обгоняйте меня не хочешь задерживать что и 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok привык да там в гнезде ковыряться давай давай я думаю что сегодня мамка не залазит к тебе с папкой да не прячься не прячься вот такой большой же как мама с папой а вылез ой 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 хвост показал все вылазь да скажите сегодня несколько раз проходил мимо обратил внимание что обычно всегда попугаи внутри а этот попугай сегодня и самка и самец они сегодня снаружи снаружи кто-то написал о культуре домик снаружи надо друзья культуре да надо доделать надо тут чем мешочек цемента купить да потихоньку эту стену доделать и потом его может побелить я вот тут вот не знаю как то хочется красиво закрыть но вот эту щель берут эту на чердак надо доделать потихоньку красоту делать завтра с детворой опять пойдем больницу завтра как это детский детский врач да как же это будет по-научному сказать павловский рост педиатр педиатр у нас не будет в павловской но к нам приезжает у нас здесь нету врача вот если есть детский врач и вот можно замечательно в атаманской есть должность детского врача потому что к нам приезжает с павловской врач и приезжает он по-моему раз в неделю или вот поэтому иногда приходится ездить в павловскую на прием иногда можно здесь ходить иногда в павловскую если есть педиатр среди подписчиков там или знакомых тот можно в атаманскую программа была я знаю что миллион если из города приезжает молодой специалист на село поддержка такая оказывается неплохая я думаю достаточно то есть помимо зарплаты которая будет здесь еще сразу выплачивают миллион рублей но при условии что здесь поработает конечно мы с детьми воюем или воюем или ищем общий язык не знаю с кем-то воюем с кем-то язык ищем всегда думал что я буду с детворой со своей дружить как дружить если очень много в командном тоне в приказном тоне ну что вы там котенка нашли где в теплице нас а уже где-то убежал это не котенок это большая кошка это большая кошка клетку в кошку клетку не друзья у нас живут пушинки с лапками что только не встретит это Сейчас нападет на тебя, он зубы точит. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, дочитаем послание Филиппы, первую главу, с 27 текста до конца. Только живите в согласии с благой вестью Христовой, чтобы увидел я, когда приду к вам, или услышал, если прийти не смогу, что стоите вы твердо, что едины вы духом, что вы все как один подвязаетесь за веру евангельскую, не боясь ни в чем противников ваших. Ведь для них ваше бесстрашие явный знак гибели, для вас же спасение. И все это от Бога. Вы ведь ради Христа удостоены высокой чести не только верить в Него, но и страдать за Него, участвуя в той же борьбе, которую и я веду. Я вел ее некогда у вас на глазах, и слышите вы ныне, что я продолжаю ее. Такие слова, друзья, интересные. Страдать за Христа, это получается высокая честь. До встречи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok